Василий Воробьев, Степан Максимов, Федор Павлов. Эти люди стояли у истоков зарождения национальной музыки в начале 20-х годов прошлого столетия. Произведения известных композиторов исполняют до сих пор. В Национальном музее прошел вечер памяти. Уникальные люди, уникальные биографии. Они родились в обычных крестьянских семьях, но всю жизнь посвятили развитию культуры родного края. На выставке представлены фотографии, документы из семейного архива композиторов, копии рукописей музыкальных произведений, нотные сборники, музыкальные пластинки и инструменты. Им повезло, что они попали в Яковлевскую, Симбирскую, Чувашскую учительскую школу. А там, как мы все знаем, у Яковлева было хорошее направление. Если человек способен, ему давалась возможность заниматься и музыкой в том числе. Самый яркий, самый одаренный, безусловно, это Федор Павлов. Они все талантливые, но каждый по-своему. Музыку Федор Павлов любил с детства. Его отец был хорошим певцом и танцором, играл на гуслях и знал много народных песен. Федор Павлович за свою, к сожалению, короткую жизнь обработал и продлил жизнь более 600 чувашским народным песням. Композитор, дирижер, педагог и фольклорист Василий Воробьев собрал свыше 800 и на их основе создавал хоровые сочинения. Песни и обработки, ставшие необыкновенно популярными не только в Чувашии, но и в России. С детства хромой, слабой здоровьем. Он обладал от рождения отличным голосом и тонким слухом. Простая гармошка стала для него путевкой в жизнь. Степан Максимов, композитор-фольклорист. Музыку назвал самым утонченным видом искусства. Почти все известные песни композитора основаны на музыкальном фольклоре родного народа. Такие выставки организованы не только здесь. Это по всей Чувашии чествуют наших великих композиторов. Они действительно великие. Ну вот, ну как бы в жизни чересчур принизили что ли вот это слово «выдающийся». Если кто-то что-то одно произведение там спел или сыграл, все это «выдающийся». Не совсем так. Это со временем мы определяем, кто есть кто. И поэтому они своим творчеством, своей жизнью они доказали, настолько они народные. Выдающиеся чувашские композиторы оставили богатое музыкальное наследие. Рукописи, особенно музыкальные, как известно, не горят. Они вместе со своими творцами продолжают жить в сердцах людей. Галина Титарчук, Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика.